МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Житомирской области рухнула часть общежития местного техникума. Стена пятиэтажного здания в селе Новая Чертарея обвалилась около шести утра, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Причины инцидента выясняли наши корреспонденты. Здание рухнуло поздно ночью. 25 жилых комнат превратились в груду обломков. К счастью, никто не пострадал. Студенты сейчас на каникулах. Всего в доме 225 комнат. Разрушены помещения только в одном из трех подъездов. Остальные целы. О 9-й године почули трис стекла. После того, значит, тут люди проживали. И уже когда началось, трис почули. Значит, вахтер подошел к людям, которые готовились ехать на Хресную ходу. Три чоловіки, значит, в Киев. Вот они проживали в Гротожитку. Он их выселил. И в 11-й године, десь 11.20, 11.30, Это часть, что есть, этого рухнула. Какая причина того, что эта часть рухнула, мы до этого не можем узнать. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям считают, причина ЧП – проливные дожди. Из-за ливней просел грунт и фундамент не выдержал. Мы закончили предыдущие данные строительства и место рухнувания. И если говорить о причинах, то, что сложно сказать, на 100%. Но, как вариант, это может быть или поднимание фундамента строительства грунтовыми водами, но в том числе можно рассмотреть причина и порушение технологического процесса во время строительства данного гуртожитки. Сейчас будет заседание районной государственной комиссии ТБНС, В местной прокуратуре пока выясняют все обстоятельства инцидента, а уже потом решат, будут ли открывать уголовное производство. А пока специалисты разбираются в причинах обвала, в администрации техникума думают, куда селить студентов. Ведь к 1 сентября приедут более 200 человек. Юлия Жешко, Ксения Барвиненко, Вадим Свиридонов. Подробности телеканал Интер. Годовщина Крещения Руси завершилась молитвой тысяч верующих. Праздничная литургия прошла в Киево-Печерской лавре сегодня утром. Ее провел митрополит Киевский и всея Украина Ануфрий. В молебне приняли участие и политики. Все вместе они отстояли службу. И на этом празднование тысяча тридцатилетия Крещения Руси, собственно, завершилось. Я очень впечатлен количеством людей вчера. Было значительно больше, чем в прошлом году. Во время Красного Хода ты даже не чувствуешь, как течет время, как идут метр за метром это расстояние. И ты прям летишь, как на крыльях. Ну, это лично мои вот такие эмоции. Это радостный день. В день празднования тысячи тридцатилетия Крещения Киевской Руси хочу пожелать всем одного мира. Чтобы в нашей стране восстарился мир. Всем хочу пожелать любви в сердце. Чтобы любовь в сердце выгнала оттуда всякую ненависть, всякую злобу. Как когда-то равнопостный Николай Владимир, после Крещения. Он был до этого очень коварным, таким жестоким, вероломным человеком. Но после Крещения стал очень добрым, отзывчивым. Примириться друг с другом, просить обиды. Вот это самое важное. И тогда мир будет в стране. Торжества по случаю тысячи тридцатилетия Крещения Руси на Владимирской горке в Киеве открыл Петр Порошенко. Мероприятие посетили представитель Вселенского Патриарха Варфоломея и украинское духовенство. Во время своего выступления президент подчеркнул, что украинцы активно начали строительство собственной церкви. По мнению главы государства, Томас Автокефалии закрепит утверждение независимости Украины. Православная громада Украины – одна из самых больших в мире. И она не может быть дополнительным к кому-то. Ей принадлежит стать зеркой в Сузирье независимых и ревных национальных церков, которым, за словами его всесвятости, есть Вселенская Православная Церковь. Томас Автокефалию довершит утверждение независимости и самостоятельности нашей страны. Укрепит релизионную свободу, межконфенсионный мир. Он посилит права и свободы граждан, особенно тех, которые сейчас проживают поза общением с Силенским Православием. Мы не можем не слышать мольбы, которые повторяют вот уже четверть столетия дети Украины и их лидеры. Поэтому Материнская Церковь уже подтвердила решение от 20 апреля Священного Синода Константинопольского Патриарха начать процедуру предоставления автокефалии Украинской Церкви. На передовой потере двое наших военных погибли, еще двое ранены в результате боя в районе Крымского. Боевики атаковали армейцев, чтобы выбить их с позиций, но получили отпор. У врага четверо убитых и шестеро раненых. Кроме того, сегодняшние горячие точки – это Авдеевка, Павлополь, Лебединская. Противник активизировался и на Светлодарской дуге. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Все стрелковое оружие работает, по чуть-чуть. Танковые, противотанковые, гранатометы работают, АГСы работают. Вот так проходит обычный день очередного перемирия. Это передовая в районе поселка Луганское – Светлодарская дуга. О положении на этом участке фронта рассказывает боец с позывным «Колчак». Когда наступает война, уже, я говорю, лирика молчит. Надо выбрать свою сторону и ей помогать. Военный историк и публицист из Киева Игорь Родин до войны на Донбассе изучал период Первой мировой и гражданской войны. Не скрывает, увлекался российскими полководцами, идеями белого движения. Но в 2014-м пошел защищать Украину от русского мира. Я никогда этого не ожидал, что они сюда придут. Вот я тоже считал их братским народом, как говорится, еще вчера. В 2014-м год у меня сбросил пелену, всю пелену, которая у меня была. Она сброшена была полностью. Сейчас Игорю 57 лет. На фронт он пошел добровольцем в батальон «Донбасс» и там получил позывной «Колчак». При выходе из Иловайска попал в плен к российским военным. Тогда прокремлевские каналы показывали, как допрашивают пленных украинцев. Был среди них и «Колчак». Мы воюем не с русской императорской армией, мы воюем с российскими ушлепками. Вот так я их назову. Русская императорская армия и армия Российской Федерации – это два диаметрально противоположных явления армии, политики и государства. Из плена Игоря освободили в результате обмена. После четырех месяцев, проведенных в застенках оккупантов, он решил, будет воевать с захватчиками, пока его не покинут силы. Абсолютно правильно с военной точки зрения всего. То есть они каждый день должны нести невосполнимые потери. В победе украинского оружия «Колчак» не сомневается. До войны на Донбассе он написал две книги и 48 статей по российской военной истории. Теперь, говорит, пришло время заняться историей собственной страны. Игорь планирует написать книгу о нынешней российско-украинской войне. Пришел экзамен настоящий для нации, который она должна выдержать. И это налог кровью за свободу. Из Донецкой области Игорь Левенок, Дмитрий Раскольников, Руслан Терентьев. Подробности – телеканал «Интер». В Белом доме могут поддержать выделение Украине 250 миллионов долларов на безопасность. Это предусмотрено в проекте оборонного бюджета США на следующий год. Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на пресс-секретаря американского президента Сару Сандерс, администрация Трампа готова утвердить этот бюджет. Заявление в его поддержку было опубликовано накануне и на сайте Белого дома. Ранее за проект уже проголосовали в Конгрессе. Поддержать документ должны еще в Сенате. Потом он поступит на подпись главы государства. Они вернулись. 12 украинских моряков, которые больше года провели в заключении на судне «Меконск-Пирит», сегодня ночью прилетели домой. На каких условиях отпустили из Греции и как ребят встречали близкие, узнала Евгения Коваленко. Почти два часа ночи. Все ждут рейс «Анкара-Одесса». Его немного задерживают. Родственники моряков заметно нервничают и пока не разговаривают с журналистами. Боятся пропустить тот самый момент, которого ждали больше года. И пристально вглядываются в толпу пассажиров. И вот он уже перед ними. Родные просто не верят глазам и не сдерживают слез. В целом ребята не слишком многословны. Говорят, очень устали и соскучились по родным. Я рад. Безумно рад, потому что я вернулся домой. Дмитрий не видел своего сына полтора года. Как можно больше проводить времени с семьей, а также вкусно наесться и вдоволь выспаться, мечтают моряки на родине. Очень сильно устали. Четыре пересадки было. Уже валимся с ног. Мы просто хотим домой спать. Всего 12 моряков сегодня вернулись домой из Греции. Там они 14 месяцев находились на корабле под арестом. Их задержали по подозрению в контрабанде оружия. Все это время, пока они ждали ответа от греческих властей, им приходилось жить буквально в нечеловеческих условиях. Без топлива, света и воды. С продуктами помогали благотворители из греческой диаспоры. Они же арендовали им дом и наняли адвоката. Суд отпустил моряков домой при одном условии. Первые пять чисел месяца получается приходить каждый месяц отмечаться. В общем, и все. Ну, не покидать страну, Украину. Отмечаться в греческом консульстве в Одессе, если потребует суд, прибыть в Грецию. Спасибо все-таки греческим вот этим вот адвокатам. Спасли наших детей. Сверталось отдувси. Начиная с консула, с посольства, ну, ко всем. Мы очень благодарны. Если бы не они, они бы там могли остаться навсегда. Но не все ребята из экипажа судна «Меконг-Спирит» смогли сегодня обнять своих родственников. Еще пять украинских моряков остались в Греции, пока идет следствие. Я в любом случае надеюсь на то, что все вернутся домой. Потому что те обвинения, которые были предъявлены ребятам в греческом суде, они не обоснованы. В украинском МИДе заявили, что усиленно работают над их освобождением. Из Одессы Евгения Коваленко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Если наших ребят отпустили на родину, значит, велика вероятность полного признания их невиновности, полагают в украинском МИДе. Вот что сказал представитель департамента консульской службы Василий Кирилевич. «Отже, если будет такая необходимость, то граждане Украины, члены этого судна, члены экипажа судна, будут появляться в Генеральное консульство Греции в Одессе для очевидной регистрации. Мы надеемся, что крайней потребности в этом не будет. Все материалы в деле, рассмотрены Радой судов, и Рада судов ухвалила решение, которое надает право оставить территорию Греции. Для нас это правовое решение, которое признает их невиновными в этой ситуации, в этой ситуации». Количество жертв масштабных пожаров в Греции возросло до 88. От ожогов скончалась 42-летняя женщина. В больницах все еще остается 48 человек, из них двое детей. По версии следствия, причиной пожара стала халатность одного из местных жителей, который разжег костер из ветвей. Его имя уже известно правоохранителям. Процедура идентификации погибших продолжается. Тела настолько обгорели, что установить личности можно только с помощью анализа ДНК. Накануне премьер Греции взял на себя полную политическую ответственность за лесные пожары и призвал правительство последовать его примеру. В стране объявили трехдневный траур. Смертельное ДТП в Черновицкой области. На железнодорожном переезде грузовой поезд протаранил микроавтобус. Автомобиль как раз развозил работников здешнего предприятия по домам. Два человека погибли на месте, еще пять находятся в реанимации. Почему водитель поехал под поезд? Ольга Паломарюк выясняла. Авария случилась накануне вечером в селе Мамаевце. Микроавтобус вез работников местной птицефабрики домой. Водитель буса уверенно выехал на железнодорожный переезд. Товарный поезд протаранил его на полной скорости. Вот как это произошло. От сильного удара микроавтобус развернуло и отбросило на обочину. Двое людей, сидящих в конце салона, погибли на месте. Еще девятерых отвезли в больницу. При анимации сейчас пятеро пассажиров. Их состояние тяжелое. Вот уже сутки возле реанимационного отделения дежурит Ирина. Она вместе с двумя детьми и мужем ехала в том автобусе. Рассказывает, не сразу поняла, что случилось. Показывает ссадины и порезы на руках. Но больше всего пострадала ее 15-летняя дочь. Девочка в крайне тяжелом состоянии. У нас была бабушка, и я сама с мамойцей. Я говорю, ну что ты будешь ехать автобусом, и ты можешь с нами подъехать. Ну и она села, и так, бачу. Сколько лет? 15. Деньгами на лечение помогает лишь руководство птицефабрики. А то надо быстро работать, потому что человек умирает, и ее надо спасать. Что делать? Что делать? Мы уже все пошли до главного, сказали, что сейчас будет. Но это у нас на хвилины идет жизнь. Что же случилось на той дороге? Известно, что за рулем буса находился 62-летний местный житель. На маршруте работал не первый год, всегда был внимателен и осторожен за рулем. После случившегося потерял сознание. Сейчас он в больнице. В полиции по факту открыли уголовное производство, проводят необходимые экспертизы. И устанавливают, не был ли он пьян. Можем правильно сказать, что водитель с нехтем попередженными сигналами. В разе он перебивает в лекаре, ему надают медичную допомогу. Согласно статистике, только в прошлом году на железнодорожных переездах Украины произошло свыше 60 аварий. Шлагбаумами оснащены всего 8% переездов. А каждый пятый вообще без предупредительных светофоров. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер Черновцы. Подобные аварии ничему не учат украинцев. Это показала череда страшных ДТП, произошедших за последние две недели в Украине и унесшие десятки человеческих жизней. Наша следующая история из Харькова, где сейчас судят виновника в одной из самых резонансных аварий за последнее время Алену Зайцеву и Геннадия Дронова. Пока вся страна следит за судебными заседаниями по улицам города безнаказанно колесит девушка-блогер, известная в сети как Danger N. Ее трижды за месяц останавливали пьяный за рулем. Почему она до сих пор не лишена права и как вообще бороться с подобными персонажами, поинтересовались мои коллеги. Да, это вот авария. Это только что вот этот звук был? Да, 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 да. Подожди, а что произошло? В *** влетел. Игорь Красильников рассказывает о ДТП, случившемся 20 июня. Я двигался по правой полосе, в левой полосе заметил автомобиль Prius и Lexus, который следовал за ним. Я выполнил опережение и остановился на земле сухофора возле стоп-линии, после чего почувствовал удар в задней части автомобиля. За рулем Lexus протаранившего авто Игоря была блогер Анна Кривуц. От нее разила алкоголем. Сотрудники патрульной полиции также услышали запах перегара. Об этом тоже было указано в протоколе. Анну отвезли в наркоцентр. Вот результат. Алкогольное опьянение. Да, 1,12 суток. А скажите, что вы делаете? Я 40 лет в наркологии. И это не единственный случай. На этом видео девушка спорит с полицейскими на парковке супермаркета. Да почему я троллю полицию? Интересно, ***. За это, наверное, аналогично. Смегалочка, там все как красиво. А у вас есть разрешение на мегалочку? У нас есть разрешение. А здесь Анна сперва выставляет в интернет фото со спиртным. Нормально. А затем садится за руль. Ее останавливают копы. Я что-то нарушила, чтобы предоставили вам документы? Да. Что? В пеном виде сидите. Ну, я сидела в пеном виде. Литовский, видите техпаспорт? Не видите? Вот видите техпаспорт. Что ты вырываешь? Что ты вырываешь техпаспорт? Завали. В патрульной полиции предоставили данные. Анна Кривудс за рулем всего год. За это время на нее составили 12 админпротоколов. Из них три за совершенные ДТП и шесть за езду в нетрезвом виде. Мы встретились с Анной. Она заявляет, что реально пьяной была всего раз. У меня забрали техпаспорт, и мне нечего было делать, как от них уволить. Они бы меня выломали и залили перцем. Остальные случаи, говорит девушка, это провокации. Ради подписчиков ее интернет-блога. К примеру, вот Анна с алкогольным коктейлем перед тем, как сесть за руль. Это было не больше, чем два глотка. Но, сами понимаете, двух глотков ничего не будет. Зато полицейские поведутся. А два глотка, допустимая у нас норма, 0,22. Но остановят меня. Потом будет видео, например, или видео с продувкой, там те у меня 0, или еще что-то. За нерастаможенную евробляху Анну уже оштрафовали. Почти на 2 миллиона гривен. И даже на встречу с журналистами она приехала без водительских прав. Я не знаю, где умею его найти, но она где-то потерялась. У меня есть права, но они не мои. А так как в законе написано, что водитель должен иметь в себе водительское удостоверение, то оно у меня есть. Это сувенирные за 20 гривен в метро купила. В понедельник Анна опять отправится в суд, где попытается оспорить очередной протокол за езду в нетрезвом виде. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. И дальше бороться за независимость Каталонии обещает ее бывший лидер Карлес Пучдемон. Сегодня он прибыл в Бельгию, откуда собирается продолжить путешествие по Европе. О планах ссыльного политика. Татьяна Лугунова. Карлес Пучдемон снова в Брюсселе. После 4 месяцев в Германии, проведенных под подпиской о невыезде и угрозой экстрадиции в Испанию, он вернулся в Бельгию. Путешествие прошло без проблем. Бывший лидер Каталонии может свободно передвигаться по Европе. За исключением одной страны. Европейский ордер на арест отозван, а вот внутренний испанский в силе. Официальный Мадрид, по сути, оставил Карлеса Пучдемона в европейской политической ссылке. Он, конечно, может попытаться вернуться на родину, но при пересечении границы будет сразу же арестован. Встреча с соратниками, испанский ордер, впрочем, не помеха. Чтобы пообщаться с Пучдемоном, в Бельгию приехал его ставленник и преемник на посту лидера Каталонии Ким Торра. Политики вместе провели пресс-конференцию и рассказали о планах на будущее. Цель прежняя – борьба за независимость Каталонии. Это не конец моего путешествия. Отсюда я продолжу ездить по Европе до последнего уголка континента, чтобы защитить правое дело народа Каталонии. Демократию, свободу и право на самоопределение. Мы готовы к диалогу, но главное – это право на самоопределение. У нас есть политзаключенные, люди в ссылке, и все это произошло только потому, что мы попытались воспользоваться правом на самоопределение. Переговоры с Мадридом уже стартовали. В середине июля Ким Торра встретился с новым премьером Испании Педро Санчесом. Политики проговорили два часа и остались каждый при своем мнении. Татьяна Лугунова, Вячеслав Хролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Затмение века. Этой ночью в небе наблюдали самое длинное лунное затмение за сто лет. В каких уголках Земли это событие было самым зрелищным, расскажет наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Это словно картинка, обработанная в фотошопе. Кровавая луна будто бы повисла над греческим старинным храмом Посейдона. Европа, Африка, Ближний Восток, Индия. Здесь спутник Земли проявил себя во всей красе. Больше всего не повезло жителям Северной Америки. Их это историческое событие вообще обошло стороной. В целом, если учитывать процесс вхождения луны в тень Земли и выход из нее, то затмение длилось почти 4 часа. Есть несколько причин, почему это самое длинное затмение века. Во-первых, луна двигается ровно посередине земной тени. Ей нужно больше времени, чтобы ее пересечь. А во-вторых, луна находится в точке, расположенной дальше всего от Земли. Поэтому двигается медленнее всего. Эти факторы и делают нынешнее затмение самым длинным в этом столетии. Австралийцам, чтобы посмотреть на кровавую луну, пришлось подниматься на рассвете. В этой части мира затмение произошло, когда спутник уже садился. Сотни людей в эту зимнюю ночь приехали в обсерваторию, чтобы рассмотреть необычные явления с помощью телескопа. Мне очень понравилось, что луна стала красной. Она мне напоминала красное сердечко. Это просто нереальное зрелище, ничего подобного я в жизни не видел. Особенно интересно было смотреть, как луна постепенно окрашивается в этот свет. Удивительное впечатление. Это случается раз в сто лет, когда луна становится багровой почти на два часа. А все потому, что три небесные тела выстраиваются в ряд. Сначала Солнце, за ним Земля и последняя луна. Получается, что она полностью уходит в тень. Солнечные лучи ее все же достигают, правда, отфильтрованные земной атмосферой. Мы специально выбрали место подальше от города, поскольку чем меньше огней, тем чище небо и лучше видимость. Люди выезжали в пустыни, взбирались на крыши домов, поднимались на холмы. Но многим так и не удалось увидеть затмение века. Мешали тучи. Поэтому космическое агентство НАСА устроило прямую трансляцию события. Особенно внимательные могли разглядеть в ночном небе еще и Юпитер, Венеру, а также ярко-красный Марс. Он впервые за 15 лет вплотную наблизился к Земле. А вот насладиться еще раз таким длинным лунным затмением в 21 веке больше не придется. Следующее произойдет только в 2123 году. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Как старый свет справляется с капризами природы? Каков секрет стиля от Брэда Питта? И почему в Боливии прохожих бесплатно угощают изысканными блюдами? Об этом и не только. В нашем обзоре. Европейская жара добралась до Бельгии. Столбики термометров повторили температурный рекорд 2015 года. Плюс 38,8 градусов по Цельсию. Такие показания зафиксировали в провинции Лимбург. Обычно средние температуры бельгийского июля не превышают 20-23 градусов. В Британии на смену жаре пришли грозы и ливни. Город Йорк буквально разбомбил мощный град размером с теннисный мяч. Льдинки повредили крыши домов и автомобилей. Стихия бушевала полтора часа. Очевидцы говорят, раньше такого продолжительного града никогда не видели. Из-за непогоды в аэропортах по всей стране задержались десятки авиарейсов. Синоптики предупредили. Жара закончилась. Зато теперь возможны наводнения и перебои с электричеством. Японию природа снова не жалует. На страну восходящего солнца надвигается новый тайфун Джандари. Отменены десятки внутренних авиарейсов, несколько скоростных поездов и паромов. Ожидают, что стихия обрушится на центральную и западную части страны уже сегодня вечером. Местных жителей готовят к возможной эвакуации. В начале месяца мощный ураган в Японии уже унес жизни 250 человек. После страна оказалась под ударом аномальной жары. Тайну постоянно меняющихся образов Брэда Питта разгадали пользователи Твиттера. Выяснили, актер копирует стиль своих девушек. Флэшмоб начала американская фотограф Сара МакГонагал. Она заметила, что одежда и прически Питта менялись вместе с подругами знаменитости. Другие пользователи также начали рыться в архивах интернета и обнаружили десятки похожих фото. Принцесса Лея снова появится в «Звездных войнах», объявили создатели киносаги. Эту роль исполняла актриса Керри Фишер, которая умерла два года назад. Режиссеры решили воскресить любимицу публики. В следующем фильме используют старые записи с ее участием. Роль джедая Люка Скайуокера неизменно будет исполнять 66-летний актер Марк Хэмилл. Съемки девятого эпизода «Звездных войн» начнутся 1 августа в Лондоне. Высокая кухня для народа. Известные боливийские шеф-повара надели черные маски и вышли готовить прямо на улицу. Свои кулинарные шедевры раздавали желающим бесплатно. Несколько поваров организовали проект под названием «Секретный вкус». Хотят сделать изысканную еду доступной. Готовят на улицах не впервые. О том, когда и где они собираются кормить прохожих деликатесами, сообщают в соцсетях за два часа до начала мероприятия. Большая сцена, профессиональный звук и борьба за победу. Вот-вот станут известны именно тех, кто вскоре может составить конкуренцию нынешним звездам украинской эстрады. В Скадовске в эти минуты проходит финал 16-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля «Черноморские игры-2018». С подробностями Марина Михайловская. Фестиваль «Черноморские игры-2018» можно по праву назвать одним из самых ярких музыкальных событий лета. На три дня в Скадовск съехались более 50 юных вокалистов со всей страны. Над организацией детского конкурса работают десятки профессионалов музыкальной индустрии, а его звездные гости известны далеко за пределами Украины. И все это яркое шоу прямо на городской набережной. Концерты абсолютно бесплатны. Здесь звезды, здесь команда, которая делает «Черноморские игры», профессиональная команда. Здесь возможность детям побывать на мастер-классах, дискуссионных клубах. Здесь они не просто выступают, не просто участвуют в конкурсе, они еще набираются того опыта, который им точно понадобится в будущем. Первый фестивальный день был достаточно сложным и для конкурсантов, и для оргкомитета. Финал прошли лучшие. Члены жюри признаются, не все исполнители оправдали их ожидания, а некоторые дети наоборот приятно удивили. И это особенность больших конкурсов. Результаты могут быть непредсказуемыми. Алена Савинова судит этот конкурс не первый год и уверена, голос, образ, умение вести себя на сцене – важные, но не определяющие навыки. Как бы ни говорили, да мы сейчас научим его, как петь эту песню. Если человек, ребенок не чувствует, он может технично справиться, технически справиться с песней, а душевно, а нашу душу ее ж не обманешь. Фестиваль «Черноморские игры» стал стартовой площадкой для многих звезд шоу-бизнеса. Выпускница одного из первых фестивалей Тина Кароль уверена, самое важное для конкурсантов не занятое место, а цель. Сама она прошла этот путь трижды, но главную премию так и не получила. Зато теперь стоит на сцене как почетный гость. Это третья премия у меня была, это не гран-при, но это вообще не важно. Эта сцена, она закаляет, она учит детей и учит личностей стати, разумеется, что это тебе действительно нужно. Сегодня поздно вечером огласят имена обладателей призовых мест, но на этом их испытания не закончатся. Лидеры в каждой номинации продолжат борьбу в воскресенье. Тогда и определится главный победитель «Черноморских игр-2018». Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности телеканал «Интер» Херсонская область. Как будут развиваться события, следите на нашем сайте подробностей. На сегодня все, приятного вам вечера. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова